Свою родину, Желтое море, они променяли на Волгу. О том, что в Саратове можно выловить китайских крабов, верят не все. Обитают морские гости на глубине 10-15 метров. По непроверенным данным, их число уже перевалило несколько тысяч. О существовании мохнатых руких крабов в Волге саратовские ученые знают. Китайских ракообразных их теологам приносят рыбаки. В Россию морские обитатели попали случайно. Их завезли на морских судах. Нор у него такие основательные, глубиной где-то до полуметра. Поэтому, в принципе, он опасен, опасно его нахождение и обитание около плотин земляных. Потому что своими норами он просто-напросто плотин, если его большая численность около плотин, может разрушиться. Александру Семеновичу рыбаку со стажем ловить китайский деликатес пока не доводилось. Самый экзотичный улов – автомобильные покрышки и посуда. В существовании краба в Волге он не верит. Сколько рыбачили, это ни разу не слышали. У нас же вода холодной зимой. Как он выживет? По прогнозам ученых, армия китайских крабов уже через несколько лет достигнет десятка тысяч особей. Приживутся ли с восточными новоселами местные обитатели Волги, пока остается неясным. Роман Базан, Александр Кравченко. Новости, Телеобъектив.